еще раз добрый вечер четверг 24 марта 2022 года традиционный у нас вебинар для белорусов посвященной технологии skyway и sky вот ну и сегодня мы в классической поговорим такой нашем формате сначала презентация потом новости обсудим вот мы в конце какие-то вопросы пройдемся по вопросам вот ну и начнем с того что меня зовут алексей на умович по образованию инженер программист и 2013 года я занимаюсь данным проектом рассказываю показываю вот поддерживаю вот ну и с вами мы еженедельно встречаемся вот ну и начнем с того что светим проблемы современного транспорта в современном мире но никого не секрет что их уже накопилось довольно много вот пробки аварии столкновения гибель людей и так далее и так далее все это конечно же мы об этом с этим сталкиваемся ежедневно вот и то же самое такая же ситуация в контейнер перевозка грузоперевозках заказываем товары из китая и ждем их неделями вот все это долго дорого вот кто-то чистит снег кто-то чистит песок кто-то вот видите сражается с паводками вот и все это у нас как такое сражение со стихией ежедневное сражение со стихией кто как вот ну и это тоже накладывает некий отпечаток вот выбросы в атмосферу всевозможные там нефтяные газовые и так далее и так далее помимо того что мы имеем колоссальный так сказать ущерб который наносит сам транспорт вот сама строительство дорог очень довольно затратное мероприятие и долго и дорого то есть чтобы построить казалось бы простую дорогу необходимо вырубить лес что опять же пагубно влияет на экологию необходимо сделать подушки всевозможные которые перекрывают реки перекрывают пути миграции животных и так далее так далее вот то есть это тоже связано с определенным видом проблем вот и так далее вот человечество принципе пыталась выйти на второй уровень вынести дороги то есть понимая все преимущества дорог второго уровня вот но и делалось это немножко вот такими вот своеобразными способами вот но это тоже такие громад грамм громоздкие конструкции которые ну и долго строится и выглядят они довольно массивно вот и медленно все перемещается то есть тут тоже очень много недостатков вот то же самое касается и данные в данные вида дороги то есть построена была германии более 60 лет назад вот она до сих пор функционирует вот тоже основная идея здесь была поднять транспорт над землей потому что по земле было произвел это невозможно но опять же массивная конструкция выглядит немножко чудаковато наверное можно так сказать вот ну и имеет тоже ряд ограничений то есть как по расстоянию так и по скорости и так далее вот ну и то же самое касается канатных дорог которые иногда она сравнивает с канатными дорогами вот ну канатной дороге они двигают сами себя вот это тоже имеет ряд ограничений на длину трассы вот на скорость вот и так далее вот ну и все понимая что транспорт в принципе необходимо то есть следующий этап следующий виток в развитии технологии вот есть уже уже есть идеальное решение которое мы сейчас многие из вас уже здесь присутствующих уже про это решение знают это струнные транспортные системы skyway которые уже на протяжении 8 лет внедряются в нашу жизнь уже мы на них многие катались вот и сейчас то есть в основе данного транспорта заложен заложена струна струнный принцип вот который позволяет делать вот такие вот невероятные пролеты как мы видим вот по сравнению с тем что мы видели до этого огромные массивные эстакады здесь мы видим ажурную легкую ниточку на фоне неба вот и по этой ниточке транспортные средства перемещаются и вот я когда был пару недель назад в мариногорке заезжал просто глянуть что как вот при мне там прям каталась туда-сюда не знаю возможно это были какие-то тесты проводились вот просто в вагончик и с ней все было заснежено довольно таки и в вагончика катался туда-обратно туда-обратно может быть тестировались какие-то там очередные изменения вношество может быть накатывались километры но так вот на мирный мир на себе катался вот поэтому кому интересно тоже может заехать может повезет увидеть как это все движется работает так далее вот сам струнный принцип известен принципе давно при изготовлении вот таких вот вантовых мостов вот но здесь его в этот при струнный принцип у его поместили в небольшой рельс ну и говорить уже если говорить о движении над землей именно на втором уровне то в этом естественно ряд преимуществ то есть нет необходимости портить ландшафт переходить реки там где-то срезать холмы и так далее то есть идеально ровная поверхность над землей безопасно быстро вот и очень комфортно вот но есть несколько разновидностей таких дорог и жесткая система есть полу жесткая есть гибкая вот и для каждого вида ландшафтов она применяется реальная фотография из нашего этапарка в мариной горке вот еще одна фотография тоже мы многие из вас уже видели совмещенные со станцией вот ну и допустим кажется станция маленькая вот а по пропускной способности данная станция она может сравниться с дубайским аэропортом то есть у нее такая же будет пропускная способность транспортные системы вот на третьем на третьем этаже будет скоростные транспортные системы на втором этаже городские транспортные системы но снизу ходят люди двигаются такси и так далее вот это пример станции которые такая же станция сейчас строится в объединенных арабских эмиратах сейчас об этом чуть позже вот и в ней кстати говоря там уже тоже очень плотно и подошли к закладке сейчас об этом чуть позже скажем струн и так тоже фотография красивая закат в мариной горке выкате на парке видим здесь разновидности струнного транспорта реальные фотографии вот автором данного чуда является антолий юницкий который занимается транспортом всю свою жизнь начиная со студенческой скамьи написано огромное количество монографии проведено огромное количество встреч опытов испытаний замеров исписанные блокноты невероятное количество в одном из последних постов он только сказал что у него там огромное количество уже тетрадок накопилось то есть есть информация которая выдана и изданная вот виде таких книг есть информация которая не изданная то есть виде записок архивов вот как там леонардо да винчи допустим да у него там куча осталось всевозможных материалов он где-то там их даже шифровал вот но надеюсь он тоже ничего не шифрует оставляет вот в том виде в котором читабельном что потом можно было это все изучать и так далее ну и вот струнная транспортная система земли в космосе одна одна из книг вот которые выпущены вот еще одна книга вот инженер вот таких книг очень уже накопилось за 40 лет очень много золотая колесница вот стоит здесь на столе тоже одна из наград европейских наград после участия в одной из тоже многочисленных выставок вот но и говоря про основное наверное один из основных преимуществ струнного транспорта помимо того что на втором этаже и не мешает никому это также ридномическое сопротивление почему отдельный слайд ридномическое сопротивление вынесен ну потому что на малых скоростях аэродинамическое сопротивление но не сильно влияет на скорость но когда мы уже переходим скоростях таких как 500 километров в 400 километров в час 600 километров в час коэффициент аэродинамического сопротивления он очень важен это просто но на него тратится вся фактически энергия именно на преодоление сопротивления воздуха вот поэтому как в самолетах делаются идеально такие как идеальные конструкции да то есть в самолете еще есть крылья которые мешают здесь же у нас получается коэффициент аэродинамического сопротивления 0065 и это почти в десять раз лучше чем в обычном автомобиле ну и говоря про тоже разновидность есть на 14 пассажиров на 6 пассажиров скорость 100 километров в час 500 километров в час вот ну и соответственно допустим взять вот второй вид транспорта на 500 километров в час видите снизу записано 0 93 килограмма топлива на одного пассажира на 100 километров это очень-очень маленький расход вот ну и продолжая немножко техническим особенностям иногда раньше спрашивали свалится не свалится вот но сейчас уже вопрос уже принципе не актуален потому что все ездит прекрасно вот мы и есть специальная противосходная система которая держит транспортное средство на на пути поэтому как бы отвечаем что да не свалится все в порядке но и обобщая вот то что все было бы выше сказано можно еще раз подвести такую табличку что по капитальным затратам то есть стоимость строительства непосредственно трассы капитальные затраты наименьшие зелененький мы видим транспорт skyway это принципе очевидно что нет необходимости городить мосты нет не тига огромные массивные конструкции легкая ажурная конструкция естественно стоит меньше чем все остальное то есть те же насыпи там те же железные дороги шпалой прочее 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 вот эксплуатационные расходы тоже наименьшее нет необходимости там чистить от снега от песка то есть нет необходимости там как полотать как асфальт нас ежегодно дырки эксплуатационные расходы тоже минимальны расход энергии тоже минимальный потому что сами сами поселили кабинки очень компактные, то есть они сравнимы с легковым автомобилем, то есть эффективная у них конструкция, аэродинамическое сопротивление минимальное, вот все это еще движется, приводится в движение мотор колесами, то есть расход энергии минимальный, то есть это получается у нас электрокар на стальных колесах. Вот пропускная способность может быть максимальной, потому что таких машинок можно отправлять каждые 2 секунды, и вот за счет этого можно создать очень-очень большой поток, то есть сравнимый с московским метро, то есть это до миллиона человек в сутки. Загрязнение окружающей среды минимальное, ну тоже нет ни выхлопа, все приводится к помощи электротяги, то есть электромоторы, то есть загрязнение окружающей среды минимальное. Транспортная аварийность тоже минимальная, просто за счет того, что транспортное средство поднято над землей, не соприкасается ни с животными, ни с людьми, ни с другими машинными механизмами, все происходит очень безопасно. Вот поэтому по всем параметрам U-Sky, Skyway, как сейчас новый бренд U-Sky уже называется, он превосходит все существующие виды транспорта, превосходит, является идеальным решением, которое на сегодняшний день есть, которое соответствует всем требованиям 21 века. То есть это то решение, которое, ну просто, ну так скажем, время его пришло и которое будет внедряться постепенно во всех городах, странах, объединять континенты и так далее. Вот, ну и переходя дальше, видим, что подвижных составов разновидностей создано огромное количество, есть на два человека, на четыре, на шесть, на восемь, на четырнадцать, то есть огромное количество видов подвижных составов под разные задачи, то есть для гор, для города, для междугородних перевозок, международных перевозок и так далее. Также есть решение для грузовых, кстати говоря, очень интересное решение вот для контейнерных перевозок, прям большой интерес по контейнерным перевозкам, вот изначально его не планировали в бизнес-плане, данное решение, но потом, видя всю, так скажем, востребованность, вот данное решение тоже было разработано. Вот, ну и тоже огромное количество и патентов, и наград, и соответствует требованиям ИСО, то есть стандартизация и так далее, и так далее. Дипломы, вот видим, патенты там японские, какие-то российские, белорусские и так далее. В Минске находится уже несколько зданий в собственности. Вот одно из зданий мы видим на данной картинке, это было одно из, наверное, первых зданий, купленных уже в свои активы, не арендное. Это вот второе здание уже купленное, как собственное здание, где, в общем-то, сейчас размещаются все инженеры, дизайнеры, проектировщики, юристы, бухгалтеры и так далее. То есть весь состав инженерный, около 700 человек, находятся вот в этом здании, которое уже, в общем-то, нет необходимости, как раньше были на Дежинском, потом на Чеботарево, то есть там необходимо было как-то координировать, перевозить почту, там еще что-то делать. Сейчас все в одном здании, очень удобно, железнодорожная 33, кому интересно, тот может всегда приехать, посмотреть, сфотографироваться, вот и так далее. Вот здание для сборки подвижного состава находится тоже в Минске, в районе в Шабанах. Вот здесь собирают мелкими, так скажем, партиями подвижной состав. И потом в дальнейшем все это тестируется в Мариногорке на вот таком испытательном полигоне, где уже построено 5 действующих трасс, еще 2 достраиваются, и где, в общем-то, мы все, все эти предыдущие картинки, которые были до этого, вот такие вот мы, это вот реальная картинка оттуда, из Мариногорки, да, и продемонстрированы в движении все виды транспорта. Ну, естественно, данные разработки, которые были в Мариногорке, они не остались незамеченными. Вот, и вот как продолжение данной темы, заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах и спросили, ну да, у вас там легкий европейский климат, у вас все понятно, все ездит, работает, а вот как насчет того построить у нас в Объединенных Арабских Эмиратах? То есть у нас тут температуры зашкаливают, там, плюс 60, там, у нас там агрессивные условия проживания, там, песок, там, соли в воздухе, то есть очень агрессивная среда. А можете или не можете? Ну, Анатолий даже сказал, что без проблем, выделяете землю, сделаем, вот. Ну, и вот мы уже видим продукт реализации, то есть это можно уже даже сказать, что проект Дубая, это, можно сказать, уже как полуадресный проект, то есть который уже, вот, заинтересовавшись проектом в Марине Горке, уже начал строиться, ну, точнее, не в Дубае, а в Шарже, если быть уже более точным. Некоторые из нас здесь присутствующие уже там были, видели. Олег потом может поделиться своими эмоциями. У меня, к сожалению, в этом в марте не получилось попасть, вот. Ну, надеюсь, что все-таки получится в ближайшее время, вот, и тоже. С удовольствием посмотрю, покатаюсь, вот, и все это пощупаю. Вот, ну, и тоже в прошлом году был просто у нас шквал новостей, то есть новости были со всех континентов, там. Это и Канада, и Америка, это и Мексика, и Франция, и Германия, и Япония, и Австралия. Были новости, CNN, там, ну, в общем, был новостной целый шквал, который демонстрировали вот чудо техники, которое расположено в Дубае, вот. Ну, то есть если в Беларуси такого массового освещения не было в международных, то есть было освещение в белорусских СМИ, то в Дубае было просто уже международное освещение на самом-самом высшем уровне. Вот, и как продолжение данной вот этой вот шума, можно так сказать, появилась выставка Экспо-2020 в Дубае. Вот, и сейчас на протяжении полугода большое количество делегаций, которые приезжало на Экспо, также записывались к нам на визит на нашу площадку, где, в общем-то, смотрели, тестировали, фотографировали, и все увозили потом в свои страны, там, Бразилия, там, Индия, там, и так далее, и так далее. Вот, ну, и следующий этап, естественно, имея уже такие площадки в Беларуси, в Объединенных Арабских Эмиратах, это, естественно, внедрение, строительство адресных проектов. Вот так это может выглядеть в дальнейшем в городах. Вот такими вот могут стать вообще города будущего, в принципе, то есть когда обычные города, расположенные, так скажем, кучно, смогут вытягиваться в целые линейные города, вот, и, ну, так как основой, в принципе, основой города является, то есть удобство перемещения по нему, данный транспорт позволит, при наличии скорости, допустим, те же 500 км в час, позволит добираться в город, там, за какие-то, там, минуты, вот, и позволит людям жить где-то на природе, далеке, подальше от городской суеты, но при этом быть абсолютно неурезанными в своих возможностях. То есть вот в центре мы видим станцию, высокую башенку, вот, а вокруг этой башенки у нас положен частный сектор, то есть каждый человек проживает в своем доме, на лоне природы. Вот, и, кстати, за концепцию линейных городов, Анатолий, вот, за эту концепцию линейных городов, Анатолий Эдуардович получал дважды два гранта Организации Объединенных Наций. Вот, то есть сам вопрос поселения в крупных городах, он давно уже, как бы, назрел с решением данной проблемы. Вот, и когда Анатолий Эдуардович озвучил, что вот можно делать вот такие вот вещи, то, то есть ООН был, давал, как бы, возможность ему, то есть на развитие и так далее. Поэтому за этими проектами очень-очень большое будущее. Вот, ну и это вот пример того дома, эко-дома, который может быть, вот, пример для проживания на природе, то есть свой садик, свой какой-то прудик тут рядышком, то есть очень комфортно, красиво, вот, по-современному. Ну, и вот еще одну картиночку добавил я, как концепция, то есть там был, мы видели линейный город, а здесь уже город, он, как бы, линейный, но как вот шахматная доска. То есть мы видим, что можно осваивать, тоже, кстати, интересное решение, осваивать можно шельф моря. То есть когда в прибрежной зоне, вот, на расстоянии, допустим, там 100-200 метров строятся такие вот башенки, у основания каждой башенки может быть там некое там рыбное хозяйство, там что-то еще, там могут спокойно парковаться яхты. Ну, и, допустим, для, взять такую-нибудь страну Монако, например, там, где маленькие, ну, небольшая сама по себе страна, то есть такие вот вещи очень могут расширить возможности там проживания, вот, и так далее. Ну, и вот, вот, вот это образец того, что может появиться уже в 21 веке, такие вот красивые жилые поселения. Вот, ну, и, естественно, все это замкнется в большую такую транспортную сеть, сеть под названием Transnet. Есть у нас сейчас сеть Интернет, сеть для передачи данных, вот, а в дальнейшем вот может появиться вот такая образоваться сеть Transnet, сеть для передачи людей, грузов, вот, и так далее. Ну, вот мы видим в данном случае Евразия, это, насколько я помню, там около 30 миллионов километров дорог, то есть это суммарно можно посчитать. Вот, и переходя к текущему, текущим вопросам, сейчас проект находится на 14 этапе, то есть мы находимся в преддверии 15 этапа, вот, и в данном случае на задаче, то есть для, так скажем, окончательного оформления технологии, так скажем, в ее завершенном виде, то есть необходимо достроить 20 километров высокоскоростной трассы, то есть это, чтобы протестировать скорость 500 километров в час, и достроить трассы для контейнерных перевозок. Ну, и все, в принципе, это потихонечку сейчас внедряется. Инженеры работают, вот, инвесторы финансируют, вот, ну, и переходя к инвесторам, то есть сейчас у нас в личных кабинетах есть всевозможные предложения для, самые разные для студентов, для пенсионеров, для рабочих, рабочего класса, то есть, в принципе, разные предложения, когда человек оценивает, видит потенциал в технологии, он вкладывает какие-то свои средства, получает определенную долю, вот, оформляет эту долю как свою собственность, ну, по сути дела, это как квартира, как машина, как любая собственность, вот, собственность в данной компании. Вот, и в дальнейшем, при успешном развитии технологии строительства адресных проектов, компания начинает получать прибыль, частью этой прибыли она делится со своими инвесторами, вот, стоимость акций, сначала оформляется доля, потом она конвертируется в акции, а в акции планируется выводить на фондовую биржу, то есть, в принципе, такой вот постепенный-постепенный рост и созревание компании и в дальнейшем со всеми, со всеми преимуществами такими компаний, как, не знаю, как Apple, там, как Google, там, не знаю, как, то есть, у нас, ну, выход на международную такую арену. Вот, ну, и те, кто, естественно, чувствует, что ему эта технология отзывается, то есть, помогает ее внедрению, кто-то устраивается на работу, кто-то помогает, финансирует, кто-то рассказывает, новостные вебинары проводит, кто-то еще что-то делает, то есть, в общем-то, все, так вот, с миру по нитке, и вот эта система краудинвестинга, она уже вот на протяжении 8 лет работает и успешно развивает технологию. Вот, ну, и переходя теперь к новостям, новостей на этой неделе было, в принципе, немного, но они довольно-таки, я бы сказал, наверное, яркие, то есть, одно из ярких событий – это приезд вьетнамской делегации в Дубай, вот, ну, и, так, если на секундочку, то Дубай – это Вьетнам, одна из стран, которая дает сейчас наибольший приток инвестиций вообще в технологию, то есть, если раньше, когда все стартовало, стартовал сам проект, то инвестиции приходили, там, из России, из Беларуси, Украины, то есть, из наших стран, потом волна пошла, там, на Европу, Словакия, Чехия, потом волна пошла еще дальше, вот, Вьетнам уже на протяжении, наверное, двух лет, даже, может быть, даже трех лет – это страна номер один по количеству инвестиций, которая, то есть, наверное, 80% инвестиций приходит именно из Вьетнама, вот, и вот сейчас было, было две группы на этой неделе, одна группа, по-моему, с 15 по 20, и потом вторая группа еще с 20 по 21. То есть, две группы вьетнамских, их было, наверное, больше 200 человек, вот, и вот они приезжали туда, в Шарджу, вот, ну, и вот, если пару слов, делегация из Вьетнама высоко оценила струнный транспорт в Шарджу, центр испытания посетила крупные делегации из Вьетнама, в которые вошли в бизнесменные сферы недвижимости, строительства, туризма, здорового питания. На экскурсии гости посетили офис компании, которые задают проект на Лижнем Востоке. Посмотрели здание, которое создано из дерева, одно из немногих зданий в Объединенных Арабских Эмиратах, сделано из древесины, вот. А в офисе гостей больше всего интересовал макет линейного города, вот, с пятью действующими струнными трассами, то есть, мы видим вот тут снизу. И Юницкий лично, кстати говоря, да, Юницкий находится сейчас в Эмиратах, вот, и он лично для них провел экскурсию по испытательному центру, рассказал о разных типах струнного транспорта, вот, продемонстрировал сертифицированный тропический Юникар, Юниконт для перевозки грузов, вот, ну, и предложил обсуждать возможность использования струнного транспорта в Вьетнаме. Вот, ну, и, допустим, вот, проект Ханой Хо Ши Мин, мы про этот проект уже слышим довольно давно, это два огромных города, ну, про Ханой Хо Ши Мин, я думаю, может рассказать Олег, он там был, вот, и вот эти два огромных города сейчас там, то есть, ну, то есть, сам Вьетнам по себе, он такой вытянутый, вот, и расстояние между этими двумя городами, насколько я знаю, там около двух тысяч километров, вот, и вот ежедневно несколько, там, рейсов самолетов постоянно каждый день летает, соединяет два этих города, и это один из таких проектов, которые... А построить дорогу не могут, потому что там сложный джунгли, то есть, в общем, сложный рельеф, вот, и дороги построить сложно, поэтому вот авиасообщение и вот реализация такого проекта Ханой Хо Ши Мин, это один из таких тоже ключевых проектов, которые мог бы быть во Вьетнаме, вот, ну, и вьетнамцы высоко все оценили, понравилось, провели, провели для них еще такое вот выступление, доклад Юницкий сделал, оптимизация будущей наземной и геокосмической мобильности, вот, то есть, Юницкий уже, как бы, на земле у себя в голове уже оформил, как все это будет на земле видно, то есть, и уже идет, смотрит еще дальше, то есть, как это уже будет видно, там, на геокосмическая мобильность, вот, то есть, он, как такой бизионер, уже смотрит на много, там, лет, десятилетий вперед, вот, и нам только, ну, как бы, всем нужно догонять, успевать за его мыслями, то есть, все это внедрять в реальную жизнь. Вот, событие прошло в крытом павильоне, где сейчас демонстрируется высокоскоростная модель струнного транспорта, которая может разгоняться до 500 км в час, вот, и по аэродинамическим характеристикам превосходит спорткар «Бугатти Верон». Вот, после выступления Анатолий Юницкий вручил участникам делегации свою книгу, которая посвящена высокоскоростным транспортным системам, и безракетной индустриализации космоса с помощью общепланетарного транспортного средства. Ну, судя по фотографиям, там еще новости у нас, там фотографий немножко побольше, вот, все остались очень довольны, вьетнамцы. Они, кстати, хотели приехать еще в октябре прошлого года, но в октябре вот эти всяковидные ограничения были, и, ну, они не смогли. Ну, а сейчас вот все потихонечку уже границы открываются, запреты снимаются, вот, ну, и вот под конец уже экспо, конец марта они все-таки выбрались, вот, ну, и с удовольствием, видимо, не знаю, я обратил внимание на красивые платья, вот, прям такие разноцветные, красные, желтые, то есть, ну, прям такая очень яркая, яркая делегация. Вот, ну, и, естественно, Юницкий времени зря тоже не теряет, то есть в Шарджи идет установка анкерных узлов на трассе номер 4, то есть если мы в прошлый раз с вами обсуждали новость о том, что вот было уже завершены основные строительные работы на грузопассажирском терминале, ну, именно внешние работы, то сейчас уже приступили к установке вот этих вот анкерных узлов, то есть это, в принципе, самая, наверное, ну, как бы сердцевина, важнейшая часть транспортного комплекса, вот, и на этот элемент приходится большая часть горизонтальной нагрузки от струнной трассы, то есть это до 900 тонн, вот на эту деталь приходится нагрузка в 900 тонн, вот представьте, тонн, а тут 900, то есть, ну, это очень большая нагрузка горизонтальная, чтобы, ну, естественно, она должна все это выдержать, не поехать, не перевернуться, вот это очень важный, ну, по сути, это вообще-то, я не знаю, зачем эту фотографию сделали, потому что, ну, это как бы одна из таких закрытых ноу-хау тем, вот, которые, ну, желательно вообще даже не показывать. Вот, ну, и текущий этап работы требует особого внимания со стороны руководства, поэтому Юницкая тут лично сам инспектирует, вот, ну, и все это проверяет. Вот, ну, и еще одна новость, да, что прямо сейчас вот тоже проводится, с 23 по 25 марта проводится еще и выставка в Индии, вот, мероприятие, главные темы – это умные города, то есть Smart Cities India Expo, то есть, ну, неподалеку от Эмиратов, в принципе, Expo тоже 2022. Зеленые технологии, чистая энергия, транспорт, окружающая среда, интернет вещей, системы связи, хранение и управление данными, инновационные методы городского планирования, солнечная энергия, логистика и многое другое. Ну, в принципе, это те самые, в принципе, самые, наверное, модные, самые актуальные сейчас темы на сегодняшний день. Кроме основной программы, эта выставка включает конференции, брифинги, семинары. Вот, и в этом году Smart Cities India Expo пройдет в седьмой раз и примет 800 участников. По-моему, уже в Индии проводились такие выставки раньше. Вот, ну, видимо, еще, видимо, решили еще раз провести. Компания-разработчик предоставит, представит на выставке инновационный транспорт второго уровня, который не вредит природе, который экономит потребление энергии, обеспечивает высокий уровень безопасности пассажиров. Вот, посетить выставку можно до 25 марта включительно. Презентация технологии проходит в стенде номер 4, 230, павильоне номер 4. Так что, если есть у кого-то в Нью-Дели знакомые, можно вот их отправить туда, посмотреть, пофотографировать. Вот, ну, и потом, может быть, на одном из наших вебинаров нам показать, как проходит. Ну, я думаю, что все равно новости будут. Вот, и уже, наверное, на следующей неделе нам Олег озвучит, как эта выставка там прошла. Вот, ну, и последняя у нас новость. Так как выставка в Дубае подходит к концу, до 31 марта, эту выставку посетило более 11 миллионов человек. То есть, вот, в Эмиратах, несмотря на ковидные все эти ограничения, Эмираты посетило 11 миллионов человек за эти полгода, которые стали свидетелями инноваций. Вот, ну, и теперь, когда выставка заканчивается, особенно важно сохранить и поддержать набранный темп развития технологии. Вот, и в личный кабинет возвращается предложение Expo Limited. То есть, 21 по 31 марта инвестировать с дисконтом до 1 к 80 могут все желающие. Вот, ну, и есть четыре варианта пакетов. На 1200 долларов единовременно, на 600 долларов, на 200 долларов, на 100 долларов. Ну, как раньше выше мы говорили, что на любой кошелек. Ну, и, допустим, отличительная черта данного пакета, что заключается в том, что платежи, они идут по нарастающей. То есть, и если человек, предположим, где-то в середине расстройки решил остановиться, ну, по каким-то либо причинам, ну, сейчас в ситуации нашей, так скажем, переменчивости, курс-то летит вверх, то потом падает вниз. Ну, кто-то теряет работу, кто-то еще. То есть, и даже в ситуации, когда человек взял рассрочку, а в какой-то момент он ее не может дальше платить, ну, просто он получает те доли, за которые он оплатил. То есть, ничего не сгорает. То есть, просто он получает за те месяцы, которые были оплачены. Ну, естественно, если он оплачивает до конца, то самый выгодный дисконт, он идет именно в конце. То есть, мы видим, что 23, 25, 26, 28, 30 и 70 он идет в самом конце. То есть, человек оплатил в данном случае всю рассрочку и получил максимальный дисконт, на который, в принципе, вначале и заявлялся. Вот поэтому предложение интересное. То есть, дисконт, как мы уже говорили, там, года, наверное, 18-го. То есть, это хороший дисконт. То есть, поэтому рекомендуйте вашим знакомым, друзьям до 31 марта предложение активно. Вот. На этом, в принципе, все. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите. Олег, выходи на связь. Вот. У тебя всегда есть, что сказать, вот, чем поделиться. Да, всем здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, Леша, спасибо большое за хорошую презентацию, такую спокойную, умиротворенную в наше неспокойное время. Не усыпил? Нет, хорошо так послушал. Я думаю, что людям тоже сейчас надо такие вот спокойные деловые новости. Вот. Конечно, порадовали вьетнамцы. Вот. Что-то мне так захотелось там, не смотрю на вот эти фотографии. Действительно, они такие вот яркие, солнечные и улыбающиеся. Поэтому прямо Анатолий Эдуардович сам тоже среди них там фотографии давил. Прям вообще как праздник. Праздник для души, праздник для, скажем так, для компании. Вот. Конечно же, эти люди приезжают заряженные такие вот. Ну, конечно, эмоции там переполняют. Да, действительно, у них вот страна вытянутая такая, действительно, вот. Мы даже совершали два перелета там, да, в Донанг сначала перелетали, потом из Ходоя в Донанг, потом из Донанга уже в Хошимин. Вот. И, короче, действительно, там такие вот расстояния большое. На машине там, я сейчас посмотрел, где-то 25 часов ехать. Вот. Конечно же, если это будет... Ну, и, соответственно, конечно, на машине это очень тяжело. Это вот так, если, да, без остановок. То, конечно же, транспорт там вот именно Юницкого, это будет, наверное, огромное, огромное достижение. Все. Вообще, всем странам нужно. Вот. И мы действительно это каждый раз повторяем. И вот та страна, которая, наверное, первая осуществит такую вот уже основательную застройку, там, допустим, да, вот, Илёш, ты показывал линейные города, действительно, я как-то вот представляю, что это действительно, мне кажется, так это вот надо и продавать вот так вот. В принципе, тем людям, которые сейчас вот являются, да, встречаются с людьми, которые могут повлиять на строительство, конечно же, мне кажется, что не просто дороги, а именно вот сразу показывают линейный город, особенно когда вот шахматный этот вариант, да, как ты показал, чтобы действительно вот это вот, мне кажется, очень многие тут вот и острова, и шельфы, видите, даже где мало земли, это может быть решаемо очень сильно. Поэтому, наверное, вот так надо тоже всем нам с вами визуализировать. И как только такая вот появится точка на планете Земля, да, то, наверное, все это сразу будет масштабироваться очень быстро. Вот, поэтому продолжаем дальше двигаться, позитивно мыслить, да, визуализировать и представлять, чтобы не быть, скажем так, далеким от этого, вы представляете, что вы тоже живете вот в такой вот башенке или там рядом в домике, который там у вас с собственным участком земли, на берегу океана, море, либо это у нас будет когда-то в Белоруссии тоже. Вот, ну... На Минском море. Да, я, например, так это представляю, действительно, это очень экологично, красиво, здорово, транспорт воздушный ни с чем не сравнимый, да, действительно, ни с каким метро, ни с монорельсом, вот, не все... И для людей, которые особенно боятся вот этих перелетов, почему столько возникает этих дебоширов, ну, люди просто пытаются свой страх залить алкоголем, вот, потом у них просыпается агрессия, вот, в самолетах какие-то такие вещи происходят, действительно, вот, так... Тут, в общем-то, будет действительно такое путешествие. Вот моя даже дочка, еще раз повторю, что очень любит ездить на автобусах, говорит, по Минску, Минск такой красивый, зеленый, говорит, вот сейчас весна уже, я, говорит, сажусь, там еду, еду на какое-нибудь занятие, говорит, я не... на метро можно быстрее доехать, но, говорит, ну, я использую вот автобус, чтобы вот уже сесть и прокатиться по городу. Поэтому какая красота будет кататься на... достигать конечного пункта на транспорте, Юнистский Стринг Технологис, вот это действительно, наверное, очень здорово. Поэтому визуализируем, действуем, свою позитивную энергию направляем на реализацию этих планов. Да, очень здорово, спасибо. Спасибо, Олег, да, за дополнение. Если у кого-то есть вопросы, пишите. Вот, если нет, тоже можете поставить, как вам... Ну, я вижу, ее уже написали, да, благодарю за встречу, да, благодарю. Вот, ну и... В принципе... Готовимся к новым новостям, да, следующий четверг, да. Приходите, вот, тоже обсудим. Новости, я думаю, они будут. Может, Анатолий Эдуардович вернется уже. Анатолий Эдуардович вернется уже.